Привет, я Полина, а это мой канал Полина Виш Косплей. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, какие материалы есть в косплее, какие материалы чаще всего используются, для чего они используются, как они выглядят и где их можно найти. Начнём? Итак, самый часто используемый материал это ткань. Косплееры шьют из ткани свои наряды целиком, но поскольку я всё-таки скорее крафтер, то я использую доспехи, я использую различные материалы помимо ткани для создания своих образов. Затем у нас есть кожа. Кожа бывает искусственной, бывает натуральной, бывает жёсткой, бывает мягкой. Всё зависит от того, что вам нужно и какой образ вы хотите воплотить. Обычную кожу можно купить в магазине ткани, разумеется. Какую-то жёсткую можно купить в специальных мастерских. И, соответственно, нужно иметь навыки по обработке кожи. Есть поролон. Всеми известный, всеми любимый поролон, который также продаётся в магазине тканей. И стоит недорого. Совсем недавно на фестивале Анима Уфе я видела ребят, которые сделали потрясающий костюм, используя вот этот самый материал. Затем переходим к листовым материалам. Например, ПВХ. Что такое ПВХ? ПВХ – это листовой материал, который можно купить там, где продают различные рекламные конструкции. ПВХ бывает разной толщины. То, что здесь, это 2 мм, например. Стоит он, естественно, по-разному. В зависимости от толщины и в зависимости от того объёма, который вы покупаете. Обычно его могут для вас нарезать. Поэтому вы сами сможете отрегулировать цену и объём того, что вам нужно. Этот материал при нагревании теплофеном легко гнётся, принимает нужную форму и застывает в ней. Но есть большой минус лично для меня – он трескается. К сожалению, он очень легко трескается. Переходим к следующему. Идём дальше. Мой самый любимый на свете материал – это ЭВА. ЭВА ФОМ. Вот здесь вы можете видеть листы разной толщины этого материала. Что это такое? По сути, ЭВА ФОМ – это что-то вроде очень плотного туристического коврика. Даже не знаю, как его ещё описать. Где этот материал можно взять? Лично я заказываю его всегда в Тольятти. У одного своего любимого поставщика. И по почте, обычно с ДЭКом, мне приходят большие упаковки с рулонами этой самой ЭВА. Вот, допустим, толщина 5 мм. Лист ЭВА. Толщина 3 мм. 2 мм. И 1 мм – это вообще ФОАМИРАН. ФОАМИРАН можно купить практически в любом магазине хобби, типа Леонардо. Можно купить его в различных местах, где продают цветы. Это материал для поделок. Из него часто делают, например, искусственные цветы. Он очень тонкий, но очень, скажем, рвущийся материал, поэтому его я использую в каких-то редких случаях. И опять-таки, есть такая вещь, такая характеристика этого материала, как шор, то есть плотность. Допустим, плотность ФОАМИРАНа, вот этого 1 мм, наверное, совсем небольшая. Наверное, даже меньше 40 шор. Что касается материала именно для крафта, вот этого материала, то здесь 70 шор. Это очень плотный материал, который хорошо, легко режется и хорошо обрабатывается. В чём кайф этого материала? Из него можно сделать всё, что угодно, вообще всё, что угодно. Потому что также при нагревании феном, теплофеном специальным, он может принимать любую форму и, опять-таки, застывать в ней. Вот пример работы, сделанной из ЭВАФОМ, вот этот шлем. Здесь всё от и до выполнено именно из этого материала. Где берётся и сколько стоит? Есть разные поставщики, проще всего найти какую-нибудь группу ВКонтакте, написав в поиске ЭВАФОМ, например, или материалы для крафта, материалы для косплея. И вы наткнётесь нам в самое множество этих групп, где вы сможете приобрести ЭВАФОМ. Как он обрабатывается? Обрабатывается ЭВАФОМ очень просто. За счёт обычного канцелярского ножа. Единственное, что необходимо, довольно-таки часто менять лезвие у этих ножей. Потому что ЭВАФОМ легко их затупливает. Естественно, можно также пользоваться ножницами, но точить ножницы гораздо менее приятно, чем просто поменять лезвие. Идём дальше. То, что я сейчас держу в руках, называется Баббл Стар. Есть такой материал в Америке под названием Ворбла. Ворбла – это материал довольно дорогой для России, к сожалению. И поэтому наши мастера придумали аналог Баббл Стар. Очень интересный материал, который можно использовать очень по-разному. Что это такое? Это вещь, которая при нагревании теплофена становится очень пластичной, практически как пластилин. И из неё можно сделать всё, что угодно. При застывании она становится твёрдой, практически как пластмасса. Это очень полезное свойство. Например, с помощью Баббл Стара я обтягивала свой нимб. Ну, как-то так. Стоит это, правда, недёшево. Кусок, вот такой вот кусок немногим более полуметра, квадратного полуметра, стоит примерно 1000 рублей. Ну, оно того стоит, если честно. Полиморф. Полиморф – это то, что я держу в руках, он сейчас запакован, конечно. Полиморф – это маленькие шарики. Вы представляете себе, чем наполнены, скажем, пуфики мягкие? На вид полиморф представляет собой примерно это самое. Что это такое? Это материал, который, если вы погрузите его в горячую воду, он станет прозрачным и мягким, как пластилин. И также вы сможете слепить из него всё, что вам угодно. Через некоторое время, когда он остынет, он затвердеет и будет практически пластиком. Очень удобная вещь для косплеера – полиморф. Стоит 100 грамм в районе 300 рублей этого материала. Затем... А вот это, дамы и господа, пеноплекс. Продается в любом строительном. По сути, это утепление, утеплитель. Очень интересный материал. По своей структуре он очень пористый, очень лёгкий. Очень интересный материал. Из него можно вырезать, например, оружие какое-то. Крафт какого-то оружия, мечи, луки, посохи и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, что это довольно ломкий материал. То есть, когда вы вырежете ваше изделие, вам необходимо будет покрыть его чем-то более твёрдым. Например, покрыть его папье-маше, либо, как я сделала, покрыть его баблстаром. Но хочу вам сказать, что есть сложности при покрытии этого материала баблстаром, поскольку пеноплекс очень легко подвержен температурным изменениям. И если вы его нагреете, то он вот так вот сожмётся и будет не очень красивым, и не очень правильной формы. То есть, нужно понимать, что работая с баблстаром, который вы нагреваете, и натягивая его на пеноплекс, вы можете повредить форму этого пеноплекса. То есть, с большой осторожностью необходимо работать. Пеноплекс-материал недорогой и вполне доступный. Идём дальше. Это обычное дерево. Продаётся также в строительных магазинах. Стоит недорого. И бывает разных форм, разной толщины, разной обработки, разной древесины и так далее. Лично я использую древесину всегда для создания своих мечей. Потому что этот материал крепкий, жёсткий. И если я буду делать свои мечи из, например, пеноплекса, то, зная себя, на первом же фестивале он сломается от чего-нибудь голову. Поэтому я предпочитаю использовать жёсткие, крепкие материалы, очень долговечные. Кроме того, поскольку я имею привычку свои косплеи выигрывать по-жёсткому, кататься в них на сноуборде, прыгать на лошади через барьеры, когда-то на велосипеде, то мой приоритет – это крепкость. Материалы должны быть крепкими, очень, всегда. Древесина. Изолон. По сути своей, изолон – это полиэтилен, только вспененный. Бывает изолон вот такого вида. Это подложка под ламинат. Продается в том же Леруа. По-моему, такой вот рулон стоит рублей 120, если я не ошибаюсь. И довольно большой объём. Для чего используется изолон? Как правило, для крыльев. Для крыльев самых разных видов. Сейчас как раз-таки я работаю над образом, где у меня будут большие раздвижные пятиметровые крылья, поэтому вопрос создания перец для меня очень актуален. Я рассмотрела много вариантов. Я попробовала делать перья из вот этого изолона, и мне это не понравилось. Почему? Потому что этот материал, насколько вы видите, имеет ярко выраженные полосы, которые невозможно никак сгладить, и он очень пористый, это очень видно. Поэтому перерыв интернет, и я нашла другой вид изолона. Вот такой. Этот изолон называется изолон ППЭ. Он плотный и гораздо более симпатичный. Стоит он, правда, дороже. Если мы говорим об изолоне, который в качестве подложки под ламинат, то он стоит 120 рублей, большой рулон. Если мы говорим о таком вот изолоне, то, опять-таки, его стоимость зависит от его толщины. В данном случае это 2 миллиметра. Один квадратный метр такого изолона стоит порядка 90 рублей. То есть на 20 метров моих крыльев, которые я приобрела, я потратила 1800 рублей. Естественно, это дороже, чем просользовала. Мне кажется, оно того стоит. С изолоном много трудностей в плане разукрашивания. Потому что изолон практически не красится, к сожалению. Вся краска с него буквально слезает. Я знаю, что некоторые люди заморачиваются тем, чтобы сначала покрыть изолон, например, ПВА-клеем, и потом красить. Но, слава богу, мне нужны белые перья, поэтому пока я не буду с этим париться, если честно. Ну, я знаю, что, кстати, вот такой вот изолон, который я держу в руках, он бывает разных цветов. И черный, и зеленый, и красный, и бежевый. И большой выбор. Найти этот изолон можно только в группах специальных, по крайней мере, я смогла найти, только в специальных группах, которые называют что-нибудь типа ростовые цветы, большие цветы, потому что именно из этого материала делают такие огромные подсвечники в виде цветов и тому подобное. Но для перьев, как видите, тоже годится. Кстати говоря, изолон склеивается только одним видом клея, имейте в виду, это 88-й клей. Остальные просто скатываются с него. Можно делать свои работы даже из бумаги, как бы странно это ни звучало. Например, вот там вот вы видите, можете видеть оленя. Это олень, сделанный из бумаги. Или, не знаю, можете ли вы поверить, но вот этот шлем, дегидрический шлем, дегидрическая броняйская рима, в основе тоже бумага. Как бы странно это ни казалось. Есть специальная программа, пепакура. С помощью этой программы из бумаги можно склеить практически все, что угодно, любую 3D-модель. И потом ее необходимо укрепить, для того, чтобы она стала жесткой и можно было использовать в качестве, например, доспехов, как я сделала в своем примере с дегидрической броней. Чем укреплять эту бумагу? Это называется стеклоткань. Стеклоткань используют обычно для ремонта машин, для того, чтобы какие-то модификации производить и так далее. Купить стеклоткань можно в различных магазинах, которые специализируются на автопокраске, кузовном ремонте и так далее. Это... Работать с этим материалом очень-очень-очень непросто и сложно. Почему? Потому что для того, чтобы он стал твердым, его необходимо покрыть вот этой штукой. Это полиэфирная смола. Это страшная вонючая вещь. Если вы собираетесь делать что-то из стеклоткани и полиэфирной смолы дома, то я советую вам передумать. Серьезно. Потому что, когда я делала свой дегидрический доспех, кстати, это мой самый первый косплей, я просто не знала, что существуют другие материалы, но вы-то умнее меня, теперь вы знаете, допустим, что существует эвофом. Так что еще раз подумайте, нужно ли вам это? Почему? Весь мой дегидрический доспех сделан именно из стеклоткани. Во-первых, вес. Он весит 15-20 килограммов. Я умирала. В буквальном смысле слова на всяких фестивалях мне было тяжело, неудобно, душно, плохо. Ужасно. А во-вторых, при создании этого косплея вся моя квартира пропахла полиэфирной смолой настолько сильно, что этот запах не мог выветриться, по-моему, еще около года. Это очень-очень-очень тяжелый материал, но в некоторых случаях он все-таки полезен. Например, я укрепляла им конструкцию своего нимба, чтобы он держался и не сломался. так что иногда это полезный материал для того, чтобы сделать какую-то деталь особо прочной, потому что прочность перебитается сильно огромная, но работать исключительно в перчатках, исключительно в специальном как называется? Респираторе. Да, исключительно в респираторе, в перчатках и в очках. Только так. И в хорошо проветриваемом помещении. Идем дальше. ПВА. Любимый многими косплееровый материал, потому что с помощью клея ПВА и мелкопорванной бумаги, газет, и там не знаю, чего угодно, можно сделать массу для папье-маше. А папье-маше, с помощью папье-маше можно обработать тот же пеноплекс, покрыть пеноплекс и сделать вообще очень-очень-очень-очень много разных вещей. Поэтому это тоже имеет место быть. Но лично я папье-маше не люблю, опять-таки, потому что я предпочитаю, чтобы все было очень надежным, прочным и железобетонным. И не сломалось ни в какой момент, особенно, когда ты находишься на сцене в полном облачении. Идем дальше. Это пластик. Это двухкомпонентный пластик, смешав который в нужных пропорциях, вы можете получить все, что вам угодно. Но чтобы получить все, что вам угодно, вам необходима форма. Силиконовая форма. поэтому вам нужен силикон. Вот силикон, это также двухкомпонентный материал. Смешав его в нужных пропорциях, сделав предварительно то, что вам нужно, маленькую детальку из пластилина либо из какого-то другого материала, по сути, вы делаете прототип. Вы помещаете его в емкость, заливаете силиконом, даете время силикону застыть и получаете формочку. Силиконовую формочку. Залив в эту силиконовую формочку двухкомпонентный пластик, вы получаете детальку. И с помощью этой нехитрой или хитрой конструкции вы можете очень быстро стать владельцем множества черепушек. Например. Поскольку пластик застывает в течение вообще пяти минут, то есть каждые пять минут вы можете доставать из формы новую черепушечку. Это быстро, удобно и просто. Ну что ж, наверное, это основные материалы, про которые я хотела рассказать, но хотела бы добавить, что существуют и нестандартные материалы. Я знаю людей, которые крафтили, например, из линолеума уникума. Но я к ним не отношусь. Еще я знаю, что люди крафтят из монтажной пены. Это интересный способ. Это материал чем-то похожий на пеноплекс, только пеноплекс, скажем, более плотный и с ним проще работать, поэтому... Ну и в принципе для косплея не существует преград, в том плане, что вы можете использовать все, что угодно, лишь бы ваш образ был красивый, удачный, похожий, и чтобы вам он нравился. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Я постараюсь рассказать вам еще много чего интересного. Спасибо.